В эту пятницу, 11 октября, в областной академической филармонии состоится концерт-презентация стипедиатов и лауреатов премии губернатора Тверской области. В этом году высокие звания получили 110 молодых дарований. Среди них и участница ансамбля народного танца «Каблучок» Алена Павлова. Алена Павлова без всякого преувеличения две трети своей жизни посвятила русскому народному танцу, который увлек ее 10 лет назад. И еще в детском саду она начала ходить в кружок, который вела Наталья Николаевна Кольцова. Она же работает с девушкой и по сей день. Уже в досуговом центре «Мир». Именно здесь выступает знаменитый ансамбль «Каблучок», в составе которого одной из лучших стала именно Алена. Алена – это уникальная ученица. Она очень талантливая. Она практически сама себя сделала, потому что она оставалась после занятий, она работала над своим телом, потому что это все тоже работа, очень тяжелая работа. Несмотря на свои 16 лет, Алена Павлова собрала в составе «Каблучка» целую коллекцию наград. Причем не только регионального и федерального, но даже международного уровня. Она – лауреат и обладатель гран-при конкурсов, проходивших в Сочи, Нижнем Новгороде, Казани, Санкт-Петербурге, Бресте. Победа, одержанная в белорусском городе, девушке запомнилась особенно. Конкуренция была столь велика, что тверичане на триумф особенно и не рассчитывали. Было награждение, и мы вроде как нет, нет, все, вообще не пойдем. И тут нас останавливают стоять, каблучок, вернитесь на место, зал. Мы сидим, там говорят, лауреаты первый, второй, третий нас не награждают. Мы думаем, ну все. И тут гран-при получает заслуженный коллектив Твери Тверской области. Мы в эйфории бежим на сцену, и это, наверное, были самые запоминающиеся эмоции. Именно для поощрения таких юных талантов губернатор Игорь Руденя и учредил ежегодные стипендии и премии, которые присваиваются в рамках проекта «Молодые дарования Тверского края». Конкурс проводится в самых разных номинациях, от вокала до декоративно-прикладного искусства. В этом году за победу боролись более 300 человек из 30 учебных заведений культуры и искусства нашего региона. 11 октября на сцене областной филармонии состоится награждение самых лучших. Среди них будет и Алена Павлова.